На Советской Армии в районе пересечения с Новосадовой кипит работа. Надо успеть заменить теплотрассу до начала отопительного сезона. Проложить трубы большего диаметра и убрать коммуникации под землю. Это необходимо, потому что здесь строится новая школа, а также активно возводят жилые дома. Длина новой трубы с элементами изоляции и системой датчиков для установления точного места протечки больше километра и диаметром порядка 400 миллиметров. На объекте занято шесть бригад. Работы ведутся в две смены. Как готовится Самара к отопительному сезону регулярно контролирует специальный штаб под руководством первого замглавы города Владимира Василенко. Сегодня он проверил, на каком этапе ведутся работы на шести дополнительных объектах, ремонт которых удалось запланировать благодаря переходу Самары на новую модель рынка тепловой энергии. Осмотрел два участка в районе Советской Армии рядом с Современником. Во дворе седьмого дома по улице 8-я Радиальная по адресам Дыбенко 157, Пензенская 58 и на перекрестке Революционная Печорская. Те семь объектов, которые по перекладкам связаны с переходом города в единый ценовой поезд, то они все в работе. Сегодня мы все их практически объехали в данной ситуации. Проблематика она есть, где лучше, где хуже, но она понятная для нас, что 25-28 или там 1 октября мы должны монтажную схему по всем этим объектам тоже собрать. Владимир Василенко на совещании штаба по подготовке к зиме дал задание завершить работы до конца следующей рабочей недели. Зато к котельным вопросов нет. Когда температура воздуха на улице опустится ниже 8 градусов в среднем 5 суток подряд, то отопление должно поступить в жилые дома, учебные заведения и больницы.